Здравствуйте, меня зовут Наталья Владимировна Углева, я хранитель коллекции мебели Государственного Исторического музея и считаю себя необыкновенно счастливым человеком, потому что в своей работе так сложилось чудесным образом в этой жизни, я могу считать себя одним из крупнейших коллекционеров в нашей стране, коллекционеров мебели, потому что именно на мои плечи возложена такая возможность хранить эту коллекцию. И ее комплектовать на уровне уже 21 века. Надо сказать, что эта коллекция собиралась более 100 лет и является не только одной из крупнейших в стране, но и единственной такой, разнообразной по своему составу. Потому что в ней находятся и предметы, поступившие из крестьянских изб, и предметы, которые существовали с 15 века в домах русской аристократии, в церквях и монастырях. А также мебель, которая поступила к нам из императорских дворцов и дворянских усадеб. Наверное, мало кто знает о том, как эта коллекция была сформирована. Безусловно, на нее, на ее сложение повлияло политическая ситуация в нашей стране. Это однозначно, которая в 1917 году нарушила плавный ход и те задачи, которые ставились основоположниками исторического музея по комплектованию коллекции. Потому что в 1917 году стали поступать предметы из усадеб, которые подвергались разорению или в какой-то степени музеификации. И надо сказать, что коллекция за время послереволюционной, буквально за 10-15 лет, выросла в 10 раз. Конечно, вещи поступали очень разного уровня художественного и разные по качеству сохранности. До сих пор мы занимаемся реставрацией этого массива памятников. Но продолжаем эту коллекцию совершенствовать. Потому что, конечно, в нашем желании создать коллекцию идеальную. Мы к этому стремимся. Как же это сделать? Ну, первое, что, конечно, необходимо, это осознать состав этой коллекции. Что же в нее входит и чего в ней не хватает. И вот, идя по этому пути, определяя лакуны в нашем собрании, мы приобретаем памятники. Ну, не всегда так бывает, что у музея есть деньги. И какие-то предметы мы берем на несколько лет. И наши владельцы, бывшие уже владельцы этих предметов терпеливо ждут, когда эти вещи будут оплачены. Потому что передать свои предметы в коллекцию исторического музея – это достаточно большая гордость. Так как они записываются в инвентарную книгу, и фамилия человека, который прежде владел этим предметом, также в нее заносятся и сохраняются на века. Надо сказать, что некоторые предпочитают не продавать предметы, а дарить. Потому что это еще один вклад в формирование достояния страны. И это также отмечается в инвентарных книгах. Но сегодня я, ваше внимание, хотела бы привлечь к одному предмету. И, может быть, так получится, что именно с него мы начнем серию небольших передач. Репортажей о том, как формировалась коллекция исторического музея, в частности, коллекция мебели. Надо сказать, что мы несколько раз переезжали за то время, с тех пор, как я стала работать в историческом музее. Связано это было с тем, что у нас был очень масштабный ремонт, и несколько раз нам приходилось перевозить наши памятники с места на место, чтобы освобождать помещение для ремонта. Можете себе представить, какой это труд и какие-то обстоятельства. Наверное, каждый это может вообразить, потому что хотя бы один раз в жизни куда-то переезжал. И вот что значит упаковать мебель, ее перенести хотя бы с этажа на этаж, это задача очень сложная. И она, конечно, требует времени и сил. Вот именно в такой момент у нас в отделе раздался звонок. Позвонила женщина, которая предложила приехать к ней домой и посмотреть небольшой предмет, который бы она хотела предложить нам на закупку. Также она сказала, что на этом предмете есть номера государственного эрмитажа. Как она считает? Потому что ей известно, что они нанесены масляной зеленой краской. Надо сказать, что услышав о номере, инвентарном нанесенном зеленой краской, мы сразу же связались с коллегами из государственного эрмитажа. Потому что эта история уже неоднократно возникала на московском антикварном рынке, когда нам предлагались предметы, отмеченные какими-то знаками, нанесенными именно масляной краской. Действительно, коллеги подтвердили, что именно зеленой масляной краской наносились инвентарные номера на предметы, которые находились в имуществе царских резиденций, которые, как я понимаю, предполагались к продаже. Но интерес к этому предмету, конечно, был только подогрет этим. Надо отдать должное этой замечательной даме, которая позвонила нам во второй раз. Она набралась терпения, потому что очень хотела, чтобы этот предмет попал именно в исторический музей. Так как с ее точки зрения именно этот музей выступает гарантом сохранности памятников. Ну, собственно, в чем с ней не поспоришь. В результате этот столик был доставлен на Красную площадь для осмотра. Мы его приняли на временное хранение. Несколько слов скажу о том, как поступают предметы в фонд. Взяли на временное хранение. Это значит, что предмет получает временный инвентарный номер. Он не заносится в главную инвентарную книгу. И делается это для того, чтобы у владельца на руках остался документ, подтверждающий, что исторический музей взял этот предмет на исследование. Вот мы его берем. Посмотрите, какой он легкий. На верхней крышке расположена кнопка, которую я постараюсь аккуратно нажать, с тем, чтобы предмет раскрылся. Вот, мне это удалось. Надо отметить, что, конечно, этот столик был не в таком замечательном состоянии. Он не так легко открывался, как вы это видите сейчас. Потому что он прошел через руки наших волшебников, наших реставраторов. Конечно, сохранность его была значительно в более худшем виде. Итак, что же мы видим? Мы видим столик переносной. Для того, чтобы можно было воспользоваться в любой момент, когда вам удобно. Вынести в сад, разместиться в зале около окна, там, где светло. В общем, в тех обстоятельствах, которые у вас сейчас имеются. У столика есть поверхность для письма. Вы видите уголки, которые фиксируют промокательную бумагу. Рядом расположены перо и карандаш. Небольшая коробочка, которую мы с вами видим здесь, является хранилищем для чернильницы. Рядом располагается пероочистка. Противоположная часть – это, по сути, НССР для письменных принадлежностей. Здесь вы увидите небольшие кошелечки для фиксации неких предметов. Что же в них находилось? Ну, ответ на этот вопрос мы получим с вами, если откроем потайное отделение. Вот я вставляю палец в кольцо и с легкостью его открываю. Это отделение было предназначено для хранения бумаг, а может быть, еще каких-то ценностей. Внутри завернутые специальную бескислотную бумагу хранятся конверты. Посмотрите на них внимательно. Вот они выглядят так. Есть еще один размер конверта, вот такой, маленький, ровно так же с черной рамкой. Есть и вот такие конверты, светлые, также с гербом. Внутри них имеется небольшая открытка. Что же это за конверты? Скажу, уже подводя итог. То, что мы выяснили. Не вызывает сомнений, что столик являлся частью императорского имущества. Чисто стилистически, совершенно точно, он сделан на рубеже 19-го и 20-го веков из красного дерева с использованием прекрасной фурнитуры, великолепных механизмов, которые, несмотря на возраст более 100 лет, до сих пор прекрасно функционируют. Великолепные материалы, которые использованы при его создании. Я уже говорила о красном дереве. Красное дерево – массив, не фанировка. Затем внутри кожа, имитирующая муар. Замечательные ручки, ручка и карандаш. Одним словом, в совокупности было совершенно понятно, что вещь дорогая. Вещь, сделанная, возможно, на заказ, но, возможно, и тиражная. Почему возможно, что на заказ? Потому что конверты, которые находятся внутри этого столика, они совершенно четко размещаются в карманах, отведенных для их хранения. Затем конверты. Наверное, они стали главным таким определителем, что позволило нам первоначально предположить, а затем подтвердить свое мнение о том, что этот предмет принадлежал вдовствующей императрице Марии Федоровне, жене императора Александра Третьего. Как я уже сказала, в тот момент, когда она стала уже вдовствующей императрицей. Об этом нам сказали конверты, на которых соображена траурная рамка, ее инициалы под императорской короной. Сейчас мы соберем этот столик в обратном порядке. Хочу отметить, что когда человек становится хранителем какого-то фонда, ну, вероятно, это вообще происходит с людьми, которые увлечены своей профессией, то их взгляд на жизнь меняется. И вот, например, я вижу мир, не забывая о мебели, в том числе и тогда, когда я смотрю фильмы. Каково же было мое удивление, когда после приобретения этого столика, который мы, конечно, купили, безусловно, с радостью, и это теперь гордость нашего собрания, такой же столик я увидела в фильме о Шерлоке Холмсе, в той серии, где играет Николай Караченцев, и называется эта серия «Кровавая надпись». Это была удивительная встреча, как будто я на экране увидела знакомого человека. Такой же ли этот столик, тот же самый? Или это был аналогичный ему? Потому что мы предполагаем, что это не стол, который выполнен по индивидуальному заказу. На всех предметах, которые используют, которые закреплены на панели этого стола, стоит клеймо «Бонн-стрит». И, собственно, по стилевому качеству и по качеству его отделки вполне можно предположить, что сделан он был в Англии. В общем, этому ничто не противоречит, а использование его в фильме такое же косвенное подтверждение. Пожалуй, на этом мы сегодня закончим знакомство с коллекцией мебель Исторического музея. Но надеюсь на будущие встречи, когда у меня появится возможность показать вам еще удивительные памятники, которые хранятся в нашем музее. Продолжение следует...